добрый день что на канале практически мало я кидаю ролики о замене якорь вот сегодня у нас практически мало работающий перфоратор эксперт тут заявлено 2407 это типа макита 2470 по моему я не знаю ну копия макиты я уже изымал его сейчас я изыму якорь здесь проблема в якоре я уже изъял это я вам показываю процедуру вообще замены якоря здесь я вообще эксперт это продают их торговых центрах эпицентр новое мнение покупки не рекомендую потому что это хлам 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 полный хлам я не знаю же наверное я бы отдал предпочтению зениту чем такое покупать этот эксперт компас такой хлам откручиваем механику 4 самореза все теперь нам надо поделить электрику от механики потягиваем нашли корюк что ты тут застрял то вот вот такой хлам либо здесь не это не механическое но вряд ли чтобы сюда попал даже если что-то конечно же на макитовскую копию был заказан якорь копия макиты такой внешняя не сильно презентабельный бандаж отсутствует такой в один в один как он и здесь по качеству что меняем подшипники нижней здесь он у нас будет по моему 607 до 607 и вот здесь находится еще верхний подшипник якоря блин интересно он так вытащится или нет сильно интересно его вытаскивать ну всю механику разбирать чтобы выбить получается там и промбалкс разобрать вовнутрь его выбить может он здесь шевелится не сильно пускать чуть размокнет попытаемся его взять шо пацаны геморройный эксперт попался мне я его попытался его так вот побить может вышел не выходит принято решение так как перфоратор практически новый еще вот даже резиновый амортизатор еще вообще новый нижний подшипник там и поменяли я заменил его и наш остался мы просто не будем стоимость включать верхний подшипник только нижний владельцу все вставляем сюда я его проверил люфта люфт минимальный вот и вам смотрите подшипник вышел также сейчас мы меняем вот так вот засадил якорь и вытащил смотрите чувствую разницу в новом якоре и в старом смотрите отличие в чем что верхний подшипник пришлось мне запрессовывать в отличие от вот этого старого коп он заходит и также выходит на короче здесь вал вы просрали какую-то долю сотую миллиметра и подшипник для это не критически но это уже косяк все вставляем якорек наш посадочное место чик зашел вращается потому-то я попытался новый ставить я горе он не заходил я его назад потащил и подшипник вышел вот так вот так что если в идеале все красиво то подшипник должен со старым якорем выйти наружу и не трахаться не разбирать механику думаю смотрю какой-то что то здесь не так что придется механику разбирать все теперь вставляем наш якорек в блок электрики кого-то никого не пролил все легко зашло все собираем ставим щеточки и вперед вот я не давал рекомендацию отказаться от ремонта этого препарата но владелец сказал делайте вот видите даже шахта щуточника со равно такой конструкция такая хлипкая такое вот это нас все здесь виляет блин понятно что задней крышкой это прижмется ну не сильно мне приятно здесь работать однозначно осталось затестировать китайский хлам либо эпицентровский китайский хлам под эпицентровской брендом отсутствует искрение все три режима работают так против часовой еще вращается меньше потому что против часовой сделано чтобы обороты были меньше насколько хватит этого хлама не знаю столько же таки было наверное что ребята если вы с украины ну скорее всего может быть вариант такой что у кого-то взял у соседа у кома и нужно отремонтировать отдать рабочий организм если вы с украины можете присылать нам новой почтой будем ремонтировать инструмент снимать контент и отправлять вам уже исправный инструмент связь с нами по вайберу так удачи в ремонте у вас ставьте лайк всем пока пока даже такой зенит это будет лучше восстановить намного больше он проработал здесь просто корпус уволился мы уже с перекинем бошевского корпуса донора и будет он дальше продолжать работать но эксперт это хлам не рекомендую покупки вот возьмем даже отличие в шахтах все еще так щеточников здесь сделано все траверза посмотрите шахты находится на траверзе все четко держится так вот изымается намного отличается вот смотрите как она все корпусе четко сидит на траверзе там же все хлипкая конструкция